Здравствуйте! Шаватов и Гутевок! Хорошая неделя! У нас 54-й урок по теме Мишлей. И мы с вами начали в прошлый раз восьмую главу и прошли четыре предложения с помощью комментатора по имени Мальвим. И я сказал, что я подумаю, попробуем сейчас. Я так и не придумал до конца, что я делаю, поэтому мы сделаем робкую попытку прочитать эти четыре предложения с комментарием Вильнюсского Гаона, который я сразу предупреждаю, абсолютно не считабельный в этом месте. Еще никогда более сложного кусочка с Гаоном не было, поэтому попробуем каким-то образом это сделать, но фирма гарантии не дает. Итак, вначале по-русски. Не премудрость ли взывает и не разум ли подает свой голос? Она становится на вершине возвышенных мест при дороге на распутьях. Она возглашает ворот при входе в город, при входе к двери. К вам, люди, взываю голос, мы к сынам человеческих. Это как бы вступление. Дальше что именно она взывает? Она будет говорить, мудрость будет говорить нам потом, и Шлома Меллах обратится с этим после этого. Сейчас мы прочитали Мальвим, некоторые Хиллуким, некоторые детали того, что мы хотели, а теперь начнем читать этот кусочек с Гаоном. Первое предложение. Гаон говорит, вот мудрость к тебе обращается. В начале мы сказали, мы уже говорили в первом перике, если кто-то случайно слышал или помнит, о чем мы говорили в первом перике, то там есть пасук, который говорит Шлома Меллах, что мудрость взывает снаружи. Быхуд-сторуна. Это шло, наоборот, понятие кзейла, говорит Гаон, наоборот, понятие воровства. В правородство сказано, что это превращается в кровь и так далее. Здесь же сказано, что мудрость взывает снаружи, то есть первое начало обращения мудрости снаружи, и я не буду этот кусочек засчитывать, я сейчас вспомнил, что мы его уже обсуждали, первое предложение. Гаон объясняет, что так же, как и Мальвим, что есть четыре уровня мудрости, это мы точно обсуждали, четыре уровня мудрости – Пшат, Ремис, Драш, Сот, и каждая из них, она соответствует более внутреннему проникновению. Вначале снаружи города – это Пшат, который доступен всех, потом немножечко более глубокий смысл – это Драш, потом Ремис, который более скрытый смысл, который только намёком упомянут в Торе, и уже надо учить со всем мудрецам. Это следующий уровень – Исот, тайное учение, это Кабала, это последний уровень, к которому приходят только избранные, только мудрецы, и это постепенное возрастание этих уровней, это приводит к тому, чтобы каким-то образом совладать, справиться с теми питуим, которые даёт Ишазана. Понятно, что то, что мы сейчас хотим учить, это фактически вопрос, каким образом человек может справиться с питуим, с испытаниями, которые посылает Яцаргара, и как тот юноша, которого увидел в окно Шлома Меллах, к которому он обращается, говорит, я увидел его неразумного, который идёт, кто-то не понимает, куда он идёт, и встречает его женщина-блудница, и обращается к нему и говорит, что я тут приготовила жертвоприношение Шломем, пойдём перекусим, а кончается это то, чем мы учили в прошлой главе. Как именно мы можем бороться с этой Яцаргарой, которая так мудро к нам обращается, а понятно, что Яцаргара – это серьёзное испытание для каждого человека, у каждого на разном уровне и так далее, но каждому это грозит очень тяжёлым выбором. И вот Шлома Меллах говорит, что мудрость человек обзывает, и с помощью мудрости мы можем избежать этой Яцаргары. И понятно, что речь здесь идёт об известной фразе Гемора, я делаю некую как дому предисловие для того, чтобы легче было учить дальше, предисловие, которое говорит, что сказал Всевышний, что Барати Яцаргора, я создал Яцаргору, у Барати Тора Тавлин, и создал Тору как лекарство против Яцаргоры. Поэтому понятно, что взымание мудрости, хохмы, бины и так далее, о котором мы сейчас учим, это называется то, как с помощью Тора мы можем противостоять Яцаргоре. Теперь, после Агдамы первого предложения, начинаем второе предложение и читаем его. С вершин возвышенностей идёт дорога, и в доме на тевот путей различных она находится. Это предложение, которое сейчас будет очень тяжело понять. Говорит Агро, что есть три уровня мудрости. Как написано в цифре Яцира, и дальше, начиная с этого момента, все четыре предложения, не будет ни одного человеческого слова. Всё будет объяснение Альпикабола очень на высоком уровне. В цифре Яцира сказано, что есть 32 направлений, чудесных направлений мудрости, я перевожу дословно. Чудесные – это происходит от сот, тайна понятия пэла. Пэла – это чудо, каждый из которых непонимаемо на уровне человеческом, поэтому они называются чудесные. Чудо – это то, что человек не может понять, не может знать, он может в это только поверить. И сказано в цифре Яцира такая вещь. Он разделяет их на несколько уровней и говорит «Рух бы, рух, хахах, выгад цифре, с рим, выштай, матиёд», что Дух Всевышнего соединился с Духом Всевышнего, и столкновение этих двух духовных субстанций, исходящих от Всевышнего, создали 22 буквы Торы, 22 буквы еврейского алфавита и 10 огласовок. Вместе 22 плюс 10, те, у кого есть калькулятор, могут посчитать, это будет 32, и это 32 имени Всевышнего Элаким, которые упомянуты в Паршат-Берейшес, в отрывке Берейшес, и это 32 натевод-хохмы, 32 направления мудрости Всевышнего, которыми создана Мааса-Берейшес, и которые раскрыты в Мааса-Берейшес, и о которых нам придётся немножечко сейчас читать. Прежде всего, я скажу один из комментариев Агро, который не написан здесь в Мишне, но написан в комментарии в первой. Там есть шесть объяснений первой Мишны, Сейфера и Цира, которые даёт Мильнинский Гаон, там есть шесть офонов, шесть способов объяснить. В первом из них Гаон пишет такое, по-моему, в первом, может, я сегодня не смотрел, мне кажется, что в первом. Гаон пишет, что откуда взялась цифра 32? Существует, как мы знаем, десять сферот, десять сфер, которыми Всевышний раскрывается и управляет всем, в том числе самим собой, в том числе всеми мирами и так далее, начиная с самых верхних миров под названием Ациллоса, может быть, ещё выше. Эти десять разделений, они идут прямые векторы влияния Творца. Они их десять. Сферот, как таковые, от слова «сфера» на русском языке, они круглые. Поэтому есть маорехит игулим, маорехит, который называется маорехит кругового влияния Всевышнего на этот мир. И дальше человек, который знаком с некоторой большей математикой, на уровне четвёртого или третьего, я уже не помню, пятого, может быть, класса начальной школы, то мы знаем, что длина окружности чему равняется? Пи умножить... Пи-р квадрат. Пи-р квадрат – это площадь круга. Два пи-р. Это длина окружности. Но теперь, если мы умножим число пи на десять, то мы получим, грубо, три четырнадцать умножить на десять – тридцать один на четыре десятых. При округлении это даёт тридцать два. И это, говорит Гаон, это и есть... Поскольку, на самом деле, два пи-р, а пи-де – это то же самое. Пи умножить на диаметр – это составляет длину окружности. Пи-де. Диаметр – это сфера, это десять сферот, каждая из которых в длине, когда это окружает и описывает со стороны этот мир, не показывает, не бьёт в середину мира, а бьёт по сторонам, описывает его. Не этот мир, а все миры. То это означает... Отсюда берётся тридцать две нативод хохмы, которые являются десять сферотом, умноженные на число пи, говорит Гаон и Вильна. Просто мы должны их округлить, потому что понятно, что невозможно это говорить в единицах, когда пи равняется 3, 14, 15, 92 и 6. Это не совсем логично будет. Поэтому округлить нельзя в сторону уменьшения, надо в сторону увеличения. Отсюда появляются тридцать две натива хохмы, которые будут сейчас с нами довольно долго участвовать, если я не решу, что их лучше пропустить. Теперь, эти тридцать две, двадцать тридцать два натива хохмы, это то, о чём здесь сказано, «бейт нативод ницва». Хохма, вот в доме у хохмы находятся вот эти вот, располагаются вот эти вот нативим, вот эти направления хохмы. И таким образом они состоят из 22 букв плюс 10 огласовок, которыми записана и сказана вся Тора, поскольку понятно, что запись Тора делается без огласовок. У нас нет этих 10 огласовок, которые существуют, вы видите, в Торе, но читается она только с помощью огласовок, поэтому через них раскрываются все эти вещи. Теперь просто немножечко проиллюстрировать. Я предупредил, что это будет очень тяжело понять, но какая-то иллюстрация непонимания, именно иллюстрация того, о чём мы говорим. Существует 10 сферот, они разбиваются каждые. Они не идут в столбик, 1, 2, 3, 10, они идут всегда направлением. Первые три кетры, хохма, бина и так далее, 3, 3, 3, 3, 3. И таким образом, для того, чтобы создать соединение между ними, векторы соединения между каждым из них, нужно, я сейчас не буду их рисовать, поскольку это займёт время. Это 22 вектора, которые образуются из этих 10 сферот, чтобы сделать так, чтобы было правильное соединение между ними, чтобы каждая из них определённым образом питалась. И это соединение рисует Гагро, вильнюсский Гаон в книге Ицира, со схемой. Он рисует определённым способом, Бали-Алешем исправляет, немножечко, чуть-чуть вносит исправление, для того, чтобы это было более понятно, как это происходит, немножко другим способом, и появляются вот эти вот несколько из них, вертикальных, несколько горизонтальных, и так далее, существует, и существует деление на 3, 7 и 12 букв. Эти буквы разные. Эти буквы еврейского алфавита имеют совершенно разные оттенки. Три из них, Алиф, Мэм, Шин, Эмиш, это 3 буквы, которые горизонтально соединяют на разных уровнях, и мы ими должны будем отдельно заняться. И остальные 7 букв, они обычные, они обычные буквы, и, нет, сейчас я забыл, 12 букв, это обычные буквы, и 7, это вертикальные, это населёт, который называется Тиот Кфулот, сдвоенные буквы, они соответствуют семисферот, и это сдвоенность этих букв, это просто для примера, Каф и Хаф, поскольку это одна и та же буква, Дагеш, которая ставится внутри неё, меняет эту букву, меняет произношение, и на самом деле частично меняет суть буквы. Таким образом, вместе отобразуется 22 буквы, плюс 10 огласовок, которыми записана Тора, это первое проявление 32-х на Тиот Хохме, когда Тора ещё не записана, только создано Всевышним, то, чем она будет записана, мы сейчас оставим на белом огне, на чёрном огне и так далее, чёрным огнём на белом огне, понятно, что это написание не только на бумаге и на Клафе, но это первое проявление мудрости Всевышнего, которое состоит из 32-х на Тиот, которые мы объяснили двумя способами, как объясняет Дагро, как это происходит. Теперь, эти буквы Алиф, Мэм, Шин, Эмиш, это буквы, которые состоят из Рашей Тиот, это начальные буквы четырёх основ, из которых создано всё, а именно Авир, Эш, Слиха, Эш – это буква Шин, Авир – это Эш – это огонь, Авир – это воздух, Майм – это вода, и Руах – это... Нет, я неправильно говорю. Ещё раз, Руах – это то же самое, что Авир. Авир – это воздух, Эш – это огонь, Майм – это вода, и Афар, который здесь не внесён, поскольку он состоит из всех их вместе, он как бы отдельно вынесен, Афар – это прах, земля. Эти четыре, которые рождаются из этих трёх букв, четыре, которые происходят, они соответствуют четырём элементам создания материального мира, весь мир создан из них, я сейчас не имею в виду, конечно, элементы таблицы Менделеева, я имею в виду элементы вот именно на этих уровнях. Четырёх, и они составляют эти четыре колеса, колесницы Ехескеля, которые описываются в Ехескеле, это четыре буквы имени Всевышнего, которые составляют, и это всё, что делится на четыре, оно одновременно делится на три, и четвёртое вынесено за скобку. Четвёртое отдельно, Медат Малхут, царство Всевышнего, которое не имеет ничего своего, как луна питается солнцем, так и Малхус Всевышнего рождается из всех остальных инакудот. Это в двух словах. Теперь, ученик Вильнюсского Гаона, Раф Минахи Ментель, которого я часто цитирую, поскольку он называется П. Гаон Бакабола, и этот кусочек без него очень трудно понять, он обращает внимание на то, что существуют вот эти вот четыре элемента, о которых мы сейчас говорим. Это АВИР, воздух, он тёплый и влажный, вода, она холодная и влажная, а фар, прах, он холодный и сухой, огонь, он сухой и горячий. Если вы обратили внимание на то, как он построил, то мы сделали замкнутое кольцо, вот такое вот, что в каждом элементе получается, что они дотрагиваются один до другого, всегда есть что-то общее, либо общее, это одно с другим, то, что оно влажное, либо то, что холодное, либо то, что тёплое, либо то, что сухое, но всегда два из них будут иметь один из общих атрибутов. Таким образом, поскольку каждый из них, из этих четырёх, делится на два, например, сухой-тёплый или сухой-холодный, общее между ними будет сухой, таким образом, всегда можно соединить эти атрибуты, и эти четыре соединённые вместе И образует кольцо, это то самое кольцо, диаметр которого я считал и получил 32, который состоит из этих четырех, этих самых, и это, говорит Раф Минахи Мендель, это написано в Зогаре, что это кольцо Кедушина, кольцо, которым делается Кедушин, отсюда взялся Минхак делать Кедушин именно кольцом, и это кольцо Кедушина, с которым Гакодыш Баргу заключил Кедушин с этим миром, понятно, что в результате он делается сам Исраэлем во время Маамады Арсенай, когда мы обязались во время стояния у Гарасеная все четыре элемента посвятить службе Всевышнего, это наша задача в этом мире, и это Маасе Кедушин, который произошел, но с самого начала это кольцо Кедушина было создано, фактически из него создан этот мир, и этот мир является кольцом Кедушина между нами и Амисраэлем. Я думаю, что я уже запутал всех окончательно, более или менее, поэтому можно двигаться дальше. Мы попытаемся немножко разобраться и двинемся дальше немножко все-таки. И вот сказали, сказано так, что Тора начинается, все-таки кивните, пока более или менее понятно, какую тему или уже нет? Да. То, когда Меда, качество Всевышнего, которое мы образуем, определяем как Хохма, оно появилось, вот это появление этого качества называется Брия, творение Ешмиаин, что-то из ничего. Все, что было до Хохмы, то, что было выше Хохмы, Меда, которую мы не будем даже обсуждать, Меда Кетер, которая выше, чем Хохма находится, первая из десяти Медот, она находится настолько высоко, что она вообще никак непостижима, и даже его существование мы можем только поверить в него. Хохма, она, мы не можем понять Хохму Всевышнего, мудрости Всевышнего понять невозможно, но можем, по крайней мере, на эту тему поговорить. На тему того, что было выше Хохмы, рацион Всевышнего, зачем Всевышний захотел создавать этот мир и так далее, разговор на эту тему, это, в общем, как правило, полная глупость, не имеющая никакого смысла, потому что он недостижим, его не понимает даже Хохма Всевышнего. Не только мы, но даже Хохма Всевышний понимает то, что было над ней. Это невозможно раскрыть. А вот рацион, о котором мы говорим сейчас, мы его оставляем за скобкой, поэтому начало творения – это когда Хохма выходит как-то и начинает как-то функционировать. Слово «берейшит» состоит из букв, те же самые буквы, которые мы поставим чуть-чуть в другом порядке, очень мало. Это будет «рошбайт» – начало дома. Теперь я возвращаюсь к нашему посугу, не я, а вильнюсский Гаон возвращается и говорит, что посуг, который говорит «берош мирубим алейдерих байт нативот нацева». В начале сверху возвышенности происходит дорога, и нативот, 32 нативот Хохма, которые находятся, они находятся в доме. «Берейшит» – это «берошбайт» – начало дома. Начало дома состоит из той мудрости, которая раскрывается Всевышним в этом мире. Теперь я не все буду все-таки зачитывать из Гаона, потому что я и так захожу в такие дебри, что я не уверен, что это правильно делать. Перейдем к следующему предложению и будем немножечко разбирать постепенно. Тот кусочек, который я рассказал, более или менее понятно, на какую тему больше я не претендую. Я только предупреждаю тех, кто меня слушает, что это нестандартный урок, и таких уроков, если они еще будут, я не могу сказать, не помню, что Гаон в каком месте пишет, то их будет явно очень мало. Потому что даже сам вильнюсский Гаон очень редко входит в такие вещи в Мишли. Он считал это одну из своих таких очень серьезных работ. И, вероятно, он не считал, что есть какой-то пшат этого пасука, кроме того, о чем мы сейчас говорим. То есть, иногда он считает, что перушь альпикабола – это и есть пшат. Он, понятно, что его пшатняет и убирает часть терминологии, но, тем не менее, очень большую часть ее оставляет, поэтому это невозможно считать нормальным способом. Следующий пасук говорит. Рядом с воротом, соответственно, с карат-маво – это балка, которая, ну, притолка, я не знаю, как это называется, арка. В соответствии с аркой при входе там будет радоваться, веселиться мудрость. От слова «рина» – веселье, радость. Гаон говорит так. Наши мудрецы сказали, что буква «гэй» – она похожа на ворота. Буква «гэй» – это откуда взялась буква «гэй». Мы сказали, что существует четыре исода, элемента, из которых создан мир, который тремя буквами возначается – алиф, мемшин. И эти четыре исода плюс мудрость, которая Всевышнего, которая их оживляет, которая входит в них – это буква «далет», которая гематрия, числовое значение. Это четвертая буква алфавита. Это и есть цифра четыре. Четыре исода, которые есть. Нету цифр в иврите. Все цифры обозначаются буквами. Поэтому буква «далет» – она обозначает буква «далет» и цифра четыре. Плюс буква «ют», которая означает «хохму». Почему «ют» означает «хохму»? Это десять свирот, которые переходят в 32 ворота, 32 натива мудрости, как мы уже обсудили. Это десять свирот, и мудрость Всевышнего образуется. Это первая буква имени Всевышнего «ют», имени «ют-кей-вав-кей», которая означает атрибут «хохмы». Так вот, когда она соединяется с этими исадот и оживляет их, то получается, у меня нет возможности. Раньше когда-то у нас была здесь доска, на которой можно было писать фломастером, но теперь её нету. Поэтому вам надо представить, буква «далет», она пишется, ну я не знаю, как написать. И «гей» – это внутри буквы «далет» находится точка буква «ют». Вот это соединение хохмы и четырёх исадот – это образует букву «гей». И говорит Гаон, что буква «гей» – это мидраш, написанный в Зогаре, и даже «раши» его приводят в Хумаше. Но возьмём так, как его приводит Гаон, чтобы не открывать «раши» в Хумаше, просто потому что за ним надо ходить. Гаон спрашивает, «хазаль» спросили в Зогаре, это приводится именно таким образом. И в «гемори-минухас» это приводится в двух местах. Из-за чего буква «гей» написана таким образом, что ножка «гей», вот эта буква «ют», которая в «гей», она тлуя, она висит, она ни к чему не привязана. Потому что если человек вернётся к шуве, то в тот же момент у него есть сверху выход, он может найти выход наверх, который существует. И он не упадёт ни места, ни милта, то есть у него открыта дорога от шувы. Поэтому буква «гей» написана таким образом. Мудрость Всевышнего при создании этого мира буквой «гей», которая дали тьют, создана таким образом, чтобы человек мог лохзор бычува. Ему есть куда упасть, поэтому низкая открыт, и ему есть куда вернуться, поэтому она открыта. И имеется в виду, что написано в Перуше, в книге Ишаяху, что нижний петах буквы «гей», нижний вход буквы «гей» – это не так, как говорил только что мы говорили от имени Раши, что можно упасть вниз, Раша так приводит. А Перуше Агровиша Ишаяху объясняет, что когда буква «гей» открыта снизу, очень широкий выход, это ворота цадиким, это ворота праведников, которые широкие праведникам легко туда пройти. Теперь вернёмся, сказав это, вернёмся сразу же к посылку Шлома Мелаха. Лияд Шаарим – рядом с воротами. Ворота – это ворота праведников, которые широкие, поэтому буква «гей», которая их обозначает, она открыта снизу. Таким образом, чтобы праведникам было легко подняться наверх. И это соответствует известной фразе, которая произносится в дгиле «зэ шаарла ашем цадиким его оба». Это ворота ко Всевышнему, праведники туда войдут. Но Балет Шуа, их в эти ворота, такие широкие, красивые ворота, их туда не пускают, поскольку они широкие, но там нам не пройти. Балет Шуа, им нужен маленький петах, маленькая возможность всё-таки войти к ашему. И это то, что написано, что есть ещё одни ворота, маленькие ворота, это говорит Зогр в третьей главе Берейши, что есть маленькие ворота, куда мы можем пробраться, тем не менее, благодаря Чуа. Чуа, она всегда узкая тропинка, нытиф, маленькая тропинка, это не широкие ворота. И это петах, поэтому продолжаем пасук. Лия шаарим фикарат маво, в воротах, около ворот, в соответствии с высотой арки, туда входят и птахим Тарына, а в маленькие узкие птахим, маленькие узкие входы, там будет находиться радость Торы. Это вторая часть пасука, относится не к цадиким, а к Балет Шуа. И существует всегда, всюду три уровня, три направления. Так же, как здесь, в пасуке, обсуждаются три направления. Шаар – это ворота, арка – это верхняя притолка, я не знаю, как её назвать, и вот этот вот узкий вход, который есть для цадиким, петах. Так же, всюду всегда есть три направления. Эти три направления, которые мы часто встречаем, это хэсад-дин-рахамим, который существует и так далее. Так же здесь существуют вот эти три вещи. С одной стороны вход, с другой стороны верхняя планка, и с другой стороны вот этот вот проход, который существует, и они соответствуют всем возможностям прийти к тому тахлиту, к той цели, для которой мы созданы. И таким образом мудрость, которая призывает нас вернуться и не упасть в руки кецер-гари, она идёт сразу по двум направлениям, по трем направлениям. Начнём с самого непонятного, верхнее направление. Существует какой-то, или нет, его оставим на потом. Как фаршированные рыбы. Окей, это анекдот, я вспомнил, неважно. Есть такой анекдот просто по поводу того, как умирает старенький еврей и слышит, как чувствует запах и говорит внуку, пойди спроси бабушке, мне кажется, она фаршированную рыбу готовит. Внук идёт спросить у бабушки, приходит и говорит, что бабушка сказала, что это на потом. Так вот, на потом оставим сейчас ворота, потому что это самый непонятный момент во всей этой истории. Первые две из них очень понятные. Мудрость, которая устраивает этот мир в виде буквы Гэй. И Зогар говорит, что второй буквой Гэй имени Всевышнего создан мир. Юд Кэй Гашем Цураламим, Юдом создана Ламаба. А Юд Кэй, где участвует Далат и Юд, им создана Ламазе. Он создан таким образом, чтобы мы могли пройти двумя путями пока, которые мы обсудили. Цадиким, широким путём. То есть, не попадаться в руки Эцергоре с помощью той мудрости, которая существует. Когда Эцергора приходит, у нас есть возможность ответить «нет». И второй путь – это Баалай-Чува. Баалай-Чува, у них есть возможность, несмотря на Авейру, которую они сделали, с помощью этой мудрости Торы, которая сейчас через Шламу Амелоха к нам взывает, как в русском переводе написано, и обращается к нам по простому переводу, и говорит, что давайте занимайтесь Торой, а не занимайтесь Авейрот. И несмотря на то, что Эцергора приходит к вам в виде митсвы, вы должны уметь оставить даже митсву, через которую приходит Эцергора, и выбрать то, что нужно выбрать. Это узкий путь для Баалай-Чув, и мы можем вернуться. И третий, совсем непонятный, третий вариант. Третий вариант – это притолка, высота ворот. Зогар объясняет, что не здесь. На самом деле, здесь эту часть Гаон не стал объяснять, но мы знаем из других мест, в том числе из Гаона в других местах, это написано Мефураж, что у человека, у Ецергоры, Всевышний создав, создал Ецергору, и даже если человек не в состоянии с ним справиться, и мудрости не хватает, чтобы это сделать, то существует планка, до которой Ецергоры может соблазнять человека. Ецергора подобна собаке, которая посвязана на цепь, и у него есть свобода выбора, как бы, возможность соблазнять нас на длину цепи, на высоту планки. И это третий уровень. Что выше какого-то уровня Ецергора не может двинуться. А Ецерготов может, поэтому у нас остается возможность, и мир не будет разрушен, мы не сможем разрушить этот мир. Это правда Азоханвэе удовольствие. Это означает, что мы попадем в Гейном, и там Кедуш-Гошем, раскрытие имени Всевышнего и его святости, будет на том же уровне, Рошо им будут делать, на котором Цадиким будут делать, праведники это будут делать, в Ганедане. То есть, Кедуш-Гошем будет делаться в Гейном и в Ганедане на одинаковом уровне. Просто разница будет для тех, кто это будет делать. С точки зрения цели Всевышнего, творения мира, оно будет приведено к одному и тому же варианту. Окей. Итак, это деление на три, оно происходит, которое здесь указывает Шлома Амеллахи, показывает, что мудрость сможет тремя способами, тремя видами, эта мудрость помогает человеку тремя направлениями избавиться от Ецергоры. Также это происходит, это деление на три, мудрость Всевышнего, которое показывает эти деления на три. Она происходит всюду, в том числе в человеке и в свирот Всевышнего, и всюду. И разделена на три уровня. Рожь, бетонговая, голова, живот и нижняя часть человеческого тела. Как это сказано тоже в книге Ицира. И это соответствует трем исполнениям каким-то воли человека. Это уста человека, рука человека и ноги человека. Это три разных функции, которые они делают. Ноги – самое нижнее, они ведут человека туда, куда он должен оказаться. Руки – это митцвод, осе. Пэ – это изучение торы, фила, молитва и так далее. И каждый раз, где бы мы ни столкнулись, мы будем натыкаться на вот эти три вида, которые будут постоянно с нами сталкиваться. Теперь, секундочку. Мавоптахим – вход, который идёт через эти узкие дороги, которые, как мы объяснили, дороги, которые идут не для цадиким, а для Баалайчува. Само слово «мавоптахим» и «воги матрия» – 49. 49 – это 49 ворот, которые существуют у Бины. У Хохме есть 32 натива. В Шааре и Бина их 50, но из них 49 раскрыты в мире. 50-й он не раскрыт, он находится выше, даже Маширабейн он не был раскрыт. Об этом чуть позже мы поговорим. Из этих 49, сейчас я не знаю, смогу ли объяснить, почему, для нас имеет значение только 42. Почему 42? Во-первых, 42 – это одно из имён Всевышнего, которое достаточно высокий уровень имени Всевышнего, который, безусловно, мы не можем раскрыть. Только я скажу, что это Махлокис Раши и Рабейну Там. Раша в Кедушине пишет, что это имя нам неизвестно. Рабейну Там объясняет, из чего она состоит. В Сидуре есть ещё одно упоминание этого имени, ещё в одном виде. Но я думаю, что на этом уроке, безусловно, нам не надо сейчас заниматься именами Всевышнего из 42 букв и так далее. Но это 42-буквенное имя Всевышнего, которое, на самом деле, так как оно написано в Сидуре, оно написано из именно 42 букв. Мы его читаем и читаем довольно часто. Я просто не хочу говорить, какое именно. Мы его читаем, оно из 42 букв, которое делится 6, наоборот, 7 раз по 6, 7 строчек по 6. И аббревиатура каждой строчки – это ещё несколько букв. В результате получается 49 букв, из которых состоит, в общем-то, имя Всевышнего 42 букв плюс аббревиатура, которая – аббревиатура этих же слов. Поэтому 49 – это 42 и 7. Поэтому 42, а 42 – это три раза по 14. Три раза мы уже объяснили, что всё всегда расстраивается, всегда у нас есть три уровня, три уровня сферот, три уровня человеческого тела, три входа, которые образуются буквой «г» и так далее. Три уровня по 14. 14 – это слово «яд», «юд-далет» – это рука. Поэтому три уровня понятия руки, которые существуют, и «юд» – это прочтение. «Юд» – это рука, «яд» – это рука. И это прочтение буквы «юд», которое обозначает мудрость. И это мудрость Всевышнего, которая обозначается буквой «юд», первой буквой имени Всевышнего, из четырёхбуквенного имени. И таким образом получается ситуация, что вот эти вот птахим, которые нам указаны, это 49, 42, 49, 50 ворот мудрости, 49 из которых нам раскрыты, и они все упираются в хохму Всевышнего. Хотя это ворота Бины, мы уже с вами несколько раз обсуждали, в чём разница между хохмой и Биной, поэтому сейчас я не хочу этого обсуждать. И это как бы корень 50 ворот Бины, о которых идёт речь. Сколько? Существует три вида мудрости, которые по-русски звучат одинаково. А на иврите хохма, бина и дат, которые каждый из них обозначает разные вещи. Я думаю, что мы это обсуждали достаточно много тех, кто слушал, поэтому я не буду сейчас в это входить. Элли Мкен, у меня останется много времени, тогда может быть. Вот, поэтому получается, что здесь первое предложение, которое мы только что читали, говорит, я ещё раз к нему возвращаюсь. Берош марамим алейдерих бейт нативод несва. С вершин возвышенности приходит большая дорога, которая ведёт к этим нативод, к этим 32 нативод направлениям мудрости, которые находятся внутри дома. Они находятся совсем внутри, и кому они доступны, мы поговорим чуть позже. Раскрываются они, хохма как таковая, она точка, как буква «Юд». Буква «Юд» – это точка, которая не имеет как бы никакого… она точка, из неё выходят 32 натива хохмы, каждый из них раскрывается, но она выглядит в виде точки. То есть, человеку она недоступна вообще. Что доступно человеку некоторым людям? Это бина, то, что вытекает из хохмы, анализ, который из него вытекает. Бина, какой-то анализ, который можно сделать, митцвод, торы и так далее, это 50 ворот бины, о которых написано «Лыяд шаарим», рядом с воротами. Это ворота бины, которых 50, и 49 из них раскрыты в этом мире Машарабейну. Машарабейну просил раскрыть 50-й и не достиг этого уровня. Он не был раскрыт, и это мы сейчас должны будем прочитать в следующем предложении. Следующее предложение должно относиться, и так оно происходит, относится к понятию «дата», то есть соединение хохмы и бины вместе, которое образует понятие «дат», и попытаемся прочитать, как звучит это предложение. К тебе, к вам, люди, я дословно перевожу, я обращаюсь, и голос мой к бнеадам, к людям. Только «иш» и бнеадам – это разные значения слова «людей», и попытаемся немножечко разобраться. Говорит Гаон, здесь намёк объясняется в сот тайны понятия «дат», которое состоит из четырёх. Кетер, хохмы и бина. Дат – это всегда два. Само «дат» – это всегда два. Хохмы и бина, которая в него входит. И из «дата» вытекает хесет и дин. Поэтому «дат» – это всегда четыре. И об этом сказано «ки кель диод гашем», «всевышний он кель диод». Это отрывок из псалма номер… Одну секунду. Ой, нет, это надо ещё следующее предложение касаться. Окей. Кель диод гашем. Каждый из них состоит из двух. Две сверху, с которыми она связана, то есть две сверху, с которыми даат связана – это хохмы и бина, и две нижних, через которые они связаны – это хесет и дин. Таким образом, если кто-то помнит, как выглядит тфелин, то в тфелине «шель-рош» есть буква «шин». Буква «шин» с правой стороны и с левой стороны написана по-разному. С одной стороны она написана, там обычная «шин» с тремя ножками, с другой стороны она с четырьмя ножками. Это связано с тем, что даат, поскольку это находится на голове, то это связано с даатом, который там находится, это головной тфелин, то поступление в него как три, а выход из него как четыре, потому что даат состоит из двух, из хеса до едина. Поэтому говорит Гаон здесь такую непонятную вещь. С даатом связана тайна понятия гемнуса, эмуна. Понятие эмуна, оно связано с датом, и поэтому, если мы на секундочку задумаемся, то что спасает человека от Ецар-горы? Эмуна во Всевышнего, вера во Всевышнего, а боюсь наказания, я верю в награду, надеюсь на награду, или просто я не хочу делать авэра, потому что Всевышний существует. Понимание замысла Творца, это приводит к тому, что человек никогда не сделает авэра. Если он не понимает, зачем это нужно, а мы, как правило, ничего не понимаем, то мы делаем авэра только так. Но в тот момент, когда возникает какое-то понимание, даже, не даже, а именно на уровне эмуна, веры во Всевышнего, то это приводит к тому, что это спасает нас от авэра, потому что рождается понятие ира-ч-шамая. И это то, что он здесь говорит Гаон, что когда дат, вот этот через дат мудрости, она взывает к человеку и говорят, что к вам, люди, я обращаюсь, и мой голос относится к бне-адам, то это приводит к эмуне. Дат – это корень эмуны, знания – это корень эмуны, веры, и тогда получается, что это то, что спасает от авэра. Попытаемся прочитать немножко дальше, а потом мне это надо будет пояснять, если я должен успеть. Так вот, мы уже объясняли, как я уже объяснял раньше, говорит Гаон, хохма, твуна – это то, о чем сказано, что хохма. И твуна, а не тхохма, она обращается, а твуна обращается более громко, и из нее исходит уже голос. Там уже есть какие-то голосовые вещи. И вот эти две верхние – это хохма и бина, а нижние – это понимание птаима ромавы к силям явину. Это пасук, который говорит, этот пасук, гэй, следующий пасук, без которого я не могу ничего сделать, мне придется его прочитать. Он говорит таким образом. «Евину птаима ромавы к силям явину лев». Птаим – это один вид соблазненных яцергора, к силям – другой. К силям – это глупцы, птаим – это которые понимают, но соблазняются и не удерживают испытания. Агро много раз это сообщал, Мальби мучает иначе, но так, как объясняет Гаон сейчас. Так вот, поймут, когда хохма, бина и даат взывают к нам, мудрость Торы обращается к нам, то те из нас, которые делятся на птаим и к силям, глупцы и те, которые соблазнились, птаим, они услышат, поймут о рому, поймут, как их обманывала яцергора, а к силям, которые глупцы, их не надо обманывать, они просто немножечко деревянненькие, ничего не понимали, они поймут своим сердцем. Это простой перевод предложения. И здесь Гаон объясняет так, что те, которым обращаются к птаим, тех, которые были обмануты, а рома – это обман, они поймут, а те, которые были к силям, глупцы, одни поймут, в чём состоял обман, мозгом, другие поймут сердцем, это дословный перевод. Так как у них с мозгами немножечко плохо, то они поймут сердцем. Это простой перевод. Гаон даёт совершенно другое объяснение. Он говорит к силям именно лев, лев – это 32 гематрия, ламит бейт – это 32, это те самые 32 натива мудрости, о которой мы говорили в пасуке номер 3. Люди, которые к силям, когда у них не хватало мудрости, когда они поймут эту мудрость, когда она войдёт к ним, то они будут понимать не только сердцем, но через сердце они поймут все 32 натива хохмы и таким образом смогут справиться с Ецергорой. И вот эти 32 натива хохмы, они распространяются, даже когда мы их толком не понимаем, не даже мы их никогда толком не понимаем. Поэтому существует понятие мудрости сердца, поскольку мозгами нам не понять эти 32 натива хохмы ни при каких условиях, но сердце почувствовать и через него это понять, это возможно. Окей, теперь пасук, который говорил, сейчас, одну секундочку, Кель Диод Ашем, Всевышний, он Бог Диод, Бог Знания, через это Знание это приходит. И тогда получается, что этот упрёк, который даётся через хохма бина и даат, человек воспринимает мудрость создания этого мира, цель его и так далее, и он понимает, как справиться с Ецергорой. И это следующий кусочек, следующий отрывок. Емину, Петаим уснают, поймут вот эти вот соблазнённые, обман, а глупые они поймут своим сердцем. Говорит Гаон такую вещь, что Петаим, они были нефтаим, альеде, Ецер, и они не знают, они не знали, не понимали армамиюта, вот этого обмана, и теперь с помощью имуны они смогут с ним справиться, с помощью веры они смогут с ними справиться. А ксилим, которые у них не хватало сейхель, они поймут сердце. Теперь, здесь идёт длиннейший расчёт гематрий, который я не знаю, надо ли нам полностью воспроизвести, но слово арома, обман, который ведёт Ецергора, это слова квоткель, уважение Всевышнего, умноженное на пять. Почему на пять? Потому что пять призывов нам было только что сказано мудростями, разными видами мудрости, которые сказаны, и существует пять петахов, пять входов, и гематрия буквы ГЭЯ, о которой мы говорили, это пять. Поэтому пять призывов, которые идут, они помогают справиться с гаромой. Теперь, есть слово кавот, квоткель, почитание Всевышнего. Слово кавот, его гематрия числовое значение, это тридцать два. Человек, который понимает, обращается к почитанию Всевышнего, он понимает вот эти нативод, ему становятся как-то доступны вот эти вот нативод хохмы, которыми Всевышний творил всё, что было сотворено, берешит, и много больше, чем берешит. И таким образом он прикасается к этим тридцати двум вещам, о которых идёт речь. Пятьдесят шарей хохма, которые связаны с этим, через них, пятьдесят шарей бина, я извиняюсь, я оговорился, через них раскрывается квот Всевышнего, через понимание, анализ того, как мы понимаем этот квот, через это раскрывается творец в мире, и это пятьдесят шарей бина. Бина – это вещь, которая технически доступна человеку. Хохма Всевышнего человеку не доступна никак, ни на каком уровне. Поэтому всё раскрытие хохмы возможно только через бина. Маширабейну просил Всевышнего раскрыться ему. Если вы помните этот пасук, те, кто помнят, то Всевышний просил, Маширабейну просил, «Тирели эт кводеха», покажи мне свой кавод, то есть, покажи мне вот эти пятьдесят шарей бина. Ему было отвечено, что сорок девять из них ты можешь постичь, пятидесятую нет, потому что пятидесятое связано с хохмой, и она будет скрыта от человека всегда. Ло-и-рэ-ни-га-адам-вэ-хай. Не может видеть меня человек и остаться в живых. Поэтому это то, что я говорил, что сорок девять из них раскрыты человеку, во всяком случае, некоторым людям, а именно Маширабейну. Пятидесятую даже Маширабейну не мог постичь, потому что оно уже связано с хохмой. Но тем не менее, если бы она была раскрыта, то никакой свободы выбора бы не осталось, потому что Ецергор была полностью бы уничтожена. Поэтому сказано, ло-и-рэ-ни-га-адам-вэ-хай. Во время смерти, когда человек соприкасается со Всевышним на более высоком уровне, он теряет свободу выбора, поскольку он познает во время смерти мудрость Всевышнего, даже хохму. Насколько полностью нет? Нет, не полностью. Но тем не менее, он прикасается к пятидесятым воротам бина и к первым воротам, нативам хохмы. Полностью оно будет раскрыто только в Ацадиким, Баалам-хаба, в грядущем мире. И это буква Ют, который создан, Алам-хаба, это хохма Всевышнего, которое создано Алам-хаба. Но для того, чтобы нам бороться здесь с Ецар-горой, нам раскрываются какие-то части этого. Вот это призыв, к которому обращается Хохма Бина до Всевышнего к нам. Всевышний через эти три атрибута обращается к нам. Понятно, что эти три атрибута это и есть Всевышний, как и все остальные атрибуты. Деления-то как такового нет, это деление в нашем восприятии его, не больше. Но тем не менее, через эти атрибуты Всевышний обращается к нам. И когда Всевышний раскрывается, и мы что-то можем воспринять, хотя бы что-то, то это то, с помощью чего взывает к нам мудрость Творца для того, чтобы научить нас не слушать Ецар-гору. Это то, что говорит нам Шлом Амеллах. Теперь, здесь сказано, что даат – это корень понятия имуны, веры. Есть понятие знания и понятие веры. Человек познать Всевышнего, понять, может на очень ограниченном уровне. Это всегда будет так. Я не говорю сейчас про Алама-Ба, но любой человек с Экию Эйнштейна, Экию, я не знаю, Вильнинского Гаона и даже Маширобейна не может полностью познать Всевышнего только по одной простой причине. Ограниченное не может понять безграничное. Человек находится в ограниченном мире и понять безграничное невозможно. Поэтому мы можем понять только некоторые виды раскрытия того, как Всевышний раскрывается в этом. И даат – это один из видов раскрытия, очень высокий, который мы можем понять. Бину по-настоящему мы можем понять очень относительно, я не говорю про Маширобейну, даже Маширобейну, но после того, как мы понимаем какое-то количество, которое нам Всевышний ограниченно раскрывает для нас. После этого мы можем отсюда понять, поверить, не понять, а поверить в то, что существует инсов, существует безграничный Всевышний, существует его замысел, и только увидев его раскрытие в некоторых вещах, мы можем по-настоящему поверить в существование безграничности Творца, в его замыслы, в его хохмы и так далее, и так далее, а до инсов, до бесконечности. И это то, что сказано, что дат, это нааманут, это вера. Вера рождается через дат, поскольку всегда останется какая-то вещь, которую мы не можем ладат, мы не можем познать, и нам остаётся какой-то элемент, понятие, которое называется вера, она рождается из знаний, она логична, она более или менее понятна, что это должно быть, но до конца понять, что это, это невозможно, это нельзя и невозможно пытаться, и любой человек, у которого есть немножко мозгов, может понять, что думать на эту тему совершенно можно только в психиатрической больнице, просто потому как Эйнсов, он бесконечен, и все, не о чем здесь говорить. Вот, поэтому, вот эти три-четыре пасука, которые мы прочитали сейчас, Гаон раскрывает нам через разные места Зогара, через разные Мидрашим и так далее, в таком виде, чтобы понять, как Хохма, Бина и Дат помогает нам, задумавшись на эту тему, прийти к тому, чтобы мы могли бороться с вот этим понятием Ецархары. И, когда Маширабейн обратился ко Всевышнему и попросил, покажи мне Кводеха, твой Ковод, Всевышний ответил, не может меня увидеть человек и остаться в живых, но в этот же день, в этот же момент, Всевышний сказал ему, что я завожу тебя в пещеру и рассказываю по Мидрашу, который Раша, собственно, приводит в Хумаше, я проведу весь Ковод Лифанейха, по ним лица ты не увидишь, но увидишь Ахарай, ты увидишь меня сзади, что значит видишь сзади, у Всевышнего нету сзада, переда, понятно, что не об этом идет речь. И Мидраш говорит, что Всевышний показал Маширабейну узел на головных твилин Творца. Узел на головных твилин Творца, это раскрытие Хохмы, слиха Бины, вот эти 49 ворот Бины, о которых идет речь, были раскрыты Маширабейну в это время, когда он увидел, как Всевышний, что такое Ковод, что такое почитание Всевышнего, как Всевышний раскрывается для бреё, для создания в этом мире, каким именно образом сочетаются Медаддин, Медатрахам и вот эти вот две вещи, которые лихой, раз взаимопротивопречивы, мера бесконечного суда и мера бесконечного добра, как они связываются в один угол управления этим миром, и как Творец раскрывается и показывает в этом мире себя. Это раскрытие, которое было дано Маширабейну, которое он мог постигнуть, и до Хохмы он не дошел, но 49 ворот Бины ему были раскрыты, и они раскрыты через Маше нам в Торе, и понятно, что каждый из нас может их увидеть совсем не в том виде, как Маширабейну, поскольку понятно, по какой причине, но тем не менее, некое энное количество раскрытий возможно, и только через него мы можем, говорит Шлома о Меллах, бороться с Ецаргарой, поскольку Ецаргара приходит в том виде, как мы видели. Теперь я хочу вам напомнить, что одно из имен Шлома о Меллахе – это Когелет. Когелет и книга Когелет, которую мы читали в Суккот, мы сейчас не будем ее изучать, не бойтесь, но в книге Когелет, которую мы читали в Суккот, Медраж говорит, «Бекеш Когелет льет ле мойше». Когелет попросил у Всевышнего ту же мудрость, которая была у Маширабейну. Той же мудрости, которая была у Маширабейну. Есть одно объяснение, для чего это было нужно, мы его оставим сейчас в покое, я его назову, но не буду обсуждать. Объяснение, которое говорит, что Шлома о Меллах хотел получить мудрость, чтобы судить народ, на самом деле это не противоречит, а объясняет второе объяснение, которое мне больше нужно. Есть гемора в трактате Сота, которая говорит, что женщина не может изменить своему мужу, такого просто не может произойти технически. А только если в нее вошел дух глупости. Другое, Рейшлакеш говорит, что Эйна Дамхата, не только женщина, ни один человек не делает авэйры, а только если в него вошел авэйр, у него вошла глупость. То есть, человек, который делает авэйры, у него как бы дин шойта, закон, что он шойта, сумасшедший. Потому что нормальный человек не может сделать авэйру. Что это значит? Человеку, которого хватает разума, я не говорю сейчас про уровень Маширобейна, но того уровня, который необходимо, чтобы вороться со своей царгарой, он всегда может использовать эти советы Шлома о Меллахе, которые он нам дает, послушай, как тебя взывает мудрость Торы, ее хохма, ее бина, ее дат, возьми его в себя, и тогда ты удержишься от ицы, и царгары, которая к тебе приходит. Это единственный совет, который есть, и это то, с чего я начал. Сказал Акодыш Барагу, барать я царгора, создал я царгору, создал я Тору, как лекарство против него. Это единственное лекарство против него. Шлома о Меллахе, когда стал царем, он просил стать Кемойши. Он спросил выйти на уровень Мойширобейна. Не потому, что, в принципе, ему хотелось быть таким мудрым, чтобы все про него говорили, ай-яй-яй. Понятно, что речь идет про Шлома о Меллахе, и его гаева была несколько меньше, чем то, чтобы попросить стать К Кемойширобейну. Для этого нужно быть Барагаевой очень высокого уровня. Такого уровня сегодня, я думаю, что людей мало находится. Шлома о Меллах боялся одного. Он становится царем. Он судит народ. Он постоянно сталкивается с таевой, и его таева описана в Мидрашим. Это таева такого уровня, что тысяча жен, которые у него есть, триста жен, семьсот жен, триста наложник. Понятно, что это описано, чтобы показать, какой таевой и какой силой обладал Шлома о Меллахе. Танах описывает, сама книга Малохима, очень подробно описывает, сколько в каждом доме Шлома о Меллахе, из каждой из этих шон, готовилась еды, и какого уровня для того, чтобы вдруг Шлома там остановится со своим двором. Каждая из жен не знала, поэтому каждую соуду она готовила вот это вот невероятное количество. Описание таевы в смысле пожрать описано в Танахе очень подробно. Шлома о Меллах прекрасно понимал, что находясь царем этого уровня и этого направления, и это его и царгара, он прекрасно понимал, поэтому всю книгу Мишли он на эту тему писал, он обращался не только к нам, но и к себе, только он смог с этой и царгарой справиться, нам немножко тяжелее. Он прекрасно понимая, какого уровня и царгара к нему приходит, он обращается ко Всевышнему и просит дать ему мудрость Маше для того, чтобы с ним не случилось того, о чем говорит Рейшлак и Жугиморий. «Эй на дам хате э ле им кен них нас бур вах шту». Человек не может согрешить, а только если в него вошла дух глупости. Вот он просит, чтобы он не был шойта, и чтобы он мог уловить эту мудрость Всевышнего в трех уровнях, о которых мы сейчас говорим. И после того, как ему это удалось, он стал как Маше. Сушлома и Маше – это те же буквы, что ле Маше, те же самые буквы. Он вышел на уровень Маше Робейна в понимании Торы за исключением одной заповеди, пора я думать. Все остальные заповеди, всю остальную мудрость, он поднялся, я не знаю до какой ступени, 48 с половиной, я не могу измерить точно. Шарей Бина ему было открыто. Но ему были открыты, или 47, это не имеет значения, но ему было открыто такого уровня Шарей Бина, что он мог написать книгу Мишли, и мог вот этот вот кусочек написать и обратиться к нам, и сказать, что хохма, бина и даат, в тех видах раскрытия, которые Гагро нам объяснял, как они здесь на уровне Ремеза идут в этих псухим, и так, как они раскрываются, что вот эти три уровня раскрытия мудрости Всевышнего которые входят в человека, это единственное, что может сделать так, чтобы он смог работать против своей Царгары. И Шло Мелых продолжает, и следующий псухим раскрывает это более подробно. Это было как бы Гагдама, это было как бы, как это сказать, введение. Теперь давайте я прочитаю только это введение, я не знаю, успеваю ли я, думаю, что мне не надо начинать следующий псухим, но я сейчас хочу зачитать это введение для того, чтобы после комментария Мальбима и Гагро мы могли уже прочитать его просто подряд. Говорит Шлома, «Гало хохма текрава твуна тетэн кола». Ецаргора к тебе обратилась, пришла в виде жертвы Шломем и так далее, но ведь мудрость, она к тебе зовет тебя, а твуна, разумение твуна, бина, она подает голос. Берош-марамим, с вершин гор, а лей-дерих, указывается дорога, бейт-нативод, нитсва, и в доме находится, нативод, в доме находится, 32 уровня мудрости, 32 дороги мудрости. Лаят-шаарим, около этих 50 ворот, у лапи-тикра, и там, где находится граница, верхняя граница этой Ецаргоры, там маво-птахим-тарина, там у этих птахим, у этих узких входов, проходов, которые для Баалей-чува, там находится настоящая радость вот этой вот хохмы бина-идааса. К ним, к этим людям, обращаюсь я, и голос мой к бне-адам, иш и бен-адам. Это два слова, оба которых переводятся как «человек». Но существует пять слов, показывающих, которые на русском переводится «человек». «Адам», «бен-адам», «иш», «энош» и так далее. И каждый из этих слов показывает разный уровень, разный уровень, который находится на разных уровнях души человека. Как мы знаем, есть пять уровней души. «Ехида», «хая», «нышома», «руах», «венефиш». Самый низкий из них относится к «нефишу». Самый высокий относится, здесь он не участвует. Так вот, «алейха-миши-микра» – это хохма, который взывает на самых высоких уровнях, а кулимый голос относится к «бне-адам», на самом низком уровне. Сверху, дониза, на разные уровни души обращается к нам мудрость Всевышнего, разные виды мудрости Всевышнего и раскрываются нам. И последний пасук. «Евину пытаемся, те, которые уже соблазняются и не могут выдержать испытания Ецархарой, поймите, что делает с вами Ецархара, поймите её араму, поймите её обман, её голость, её пустоту. Арум – это обман и это голый. Выкселим, а те, у которых нет мудрости, туповатенькие, поймите это сердцем или постигните, что 32 натива хохмы, они обращаются к тебе и уговаривают тебя не сделать авэйры. Вот так Шламамеллах, такое введение, он обращается и теперь он начинает обращаться уже лично и говорит «Шиму, послушайте, кинагидим адабервэм в такси в тэйми шарим». То есть, теперь он обращается и говорит, секунду, примите учение моё, а не серебро, нет, какое-то предложение, слушайте, потому что я буду говорить важно и открываю ста мои, чтобы сказать правду. Начиная с этого момента уже идёт прямое обращение. До тех пор было введение, но на самом деле в введении было сказано почти всё, что нам нужно было, как обычно. Окей, значит, мы в следующий раз продолжим, начиная с шестого предложения восьмой главы. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Надеюсь, что я вас не очень перегрузил этих занятий, но я все прошу прощения, но вот так вот получилось. Спасибо. Спасибо.